Привет, меломан! Сегодня будет веселый и довольно борзенький выпуск. Буду вспоминать музыкантов и их поступки, которые показывают, что с этими ребятами иметь дело опасно, что они порой безбашенные, и если им попасться, ну, в неудачный момент, то можно и отгрести. Но при этом в данную подборку я бы хотел брать не просто беспочвенных понторезов, а вот каких-то идейных чуваков, таких, которые своей дерзостью и уверенностью защищают свои личные взгляды или позицию, или у них просто стайл такой. Короче, будет солянка самых буйных, обрати внимание, что ролик 18+, так что впереди будет там парочку жестких сцен и крепких выражений. По итогам ролика буду ожидать твоего комментария, что по поводу всего этого думаешь, А пока отметь ролик лайком, подпишись на канал, если тут не в первый раз, но еще почему-то не подписан, также имеет смысл поддержать канал, но очень нужен микрофон. Все ссылки на донаты есть в описании, а для удобства вот коркот. Когда речь идет о лютых парнях, то перед глазами почему-то сразу представляются чуваки из хардкор-движухи. И вот это такие качки, которые одним взглядом могут дать тебе пиздулей. Ну, типа мужиков из Агностик Фронт или Биохазард. Банально, но если вы во что-то верите, если есть путь, которым вам хочется идти, то следуйте за своей мечтой. Секрет моего успеха, успех Агностик Фронт в том, чтобы быть искренним с людьми, не притворяться. Люди хотят быть причастными к чему-то настоящему. Или наоборот, вспоминаются люди с другой стороны, ну, типа Варга, который говорит, наверное, самые непопулярные вещи на свете. При этом, несмотря на андеграундность, проблемы с законом, здоровьем, периодической сменой общественной повестки в обществе, эти ребята продолжают огрызаться, дерзить нашему обществу и говорить то, что они считают правильным. Я сейчас не говорю, что кто-то из них молодец, а кто-то нет. Я думаю, что люди до сих пор слушают эти группы не из-за идей, а из-за уверенности этих личностей и силы этой уверенности. Это называется харизма. И если она есть, то фанатов может собрать даже любой придурок. Вот тебе пример Фила Ансельма. Ну, какой чувак будет слушать парня, который по делу и без дела вскидывает руку к солнцу. Ну, больной что ли. Но даже после конченных поступков, странных колхозных высказываний, его все равно любят за то, что он так и остался таким же дерзким и злым на сцене. Мне попадались его цитаты, где он рассказывал, что в душе он добрый, беззащитный, даже пугливый, но каждый день, вставая с кровати, он как будто надевает броню, чтобы быть вот таким вот смелым, злым и смешным. А вот Сергей Михалок начал от обратного. Со своим трэш-шепито Ляпис Трубецкой в 90-х они строили из себя вот смешных добряков, но так заигрались в попсовых пупсиков, что все реально поверили, что Ляписы вот такие. Но пришло время, и Михалок стал значительно жестче. В текстах, в музыке и в общении с публикой. Во времена группы Брута его банда вообще походила на катку головореза. Но в чем же дерзость с публикой? Вот тебе два, как принято назвать, кейса. Первый был, если не ошибаюсь, в 2014 году, когда Михалок приветствовал в зале белорусских фанатов и украинских лозунгами свободы. А затем он добавил, что в зале много ребят из России, Казахстана, и он пока не знает, какая у них подобная приветственная кричалка, и если такой нет, то предложил поскорее придумать. И в целом, все было на драйве и по-братски, но Михалок заметил, что группа людей стала показывать ему файки, так что он быстренько сообразил вот такой спич. Единственный палец, который может меня напугать в этом зале, если он будет откутан и засунуть тебе в жопу. Так что если ты не собираешься этого сделать, то пошел нахуй, а мы заканчиваем наше выступление веселой жабаной песенкой. А вот второй поступок Михалка получил широкое осуждение, ибо словами дело не закончилось. Дело было в Полтаве на концерте группы Ляпис 98, года полтора назад. Ситуация такая. Между песнями, между Михалком и податым мужичком с первого ряда завязался разговор. Михалок его выцепил, потому что тот демонстративно позевывал и вообще делал вид, что концерт какое-то говно. Михалок, может, и поболтал бы, постебался, да и забил бы, но мужичок-то пришел на чужой концерт с гитарой, а еще там что-то булькает на музыкантов. На эту комбинацию Михалок зачем-то вскипел и говорит, так выходи на сцену, покажи, что умеешь. Мужичок Юра под градусом страх потерял и реально вышел. Они обменялись там какими-то репликами, а потом Михалок спросил, а как ты вообще оказался тут с гитарой? У тебя билет-то вообще есть? Походу билета не оказалось, Сергей всунул микрофончик в стоечку и четенько боданул пассажира, отправив его в барабанную установку. Здорово, иди сюда. Жизнь не цена. О, ты что, ты наш лайк? А мы жизни мало даем, да? Пусть не пойдет. Где он? Закончилось все аплодисментами, милиции, полиции, но заявление тот мужичок не писал. Объяснил так, перепил малька, но фанаты такую лобовую атаку Михалка не оценили, мол, Сергей же, ну, зажестил. Юра остался на концерте, потом полиция приезжала, он никаких претендий не имел. Он сидел в зале, я потом с ним разговаривал, говорю, Юра, тащи сюда, может хочешь Satisfaction там, я руки уберу за спину, валишь мне. Никаких претендий не имел. Ну, а че вы хотели? Человек дает свой семитысячный концерт, а тут какой-то Юра вмешивается и учит играть. Коль мы говорим про Кейсы, то, конечно, нужно поговорить и про Фео. Один из ярчайших музыкантов, с самым ядреным характером. Я сделал два ролика про Фео, один по просмотрам подъехал там к 60 тысячам просмотров, а второй почему-то посмотрел только 10. Вот тебе ссылки на оба, в них идет повествование, как Дмитрий Борисович начал заниматься музыкой, что слушал, как в 10 классе строил первый состав психии, как обрастал броней. Ну, короче, не буду пересказывать, лучше зайди да посмотри, там много всяких фактов и чисто субъективных суждений, интересно почитать в комментариях, что ты об этом думаешь. Так в чем же дерзость Фео? В том, что он не увиливает от ответа и довольно прямо говорит, что думает. По аналитике я вижу, что канал мой смотрят взрослые люди, с детьми даже. И думаю, что ты, меломан, уже понял по жизни, что людям, которые не лебезят, не врут, ой, как тяжело живется. Но Дмитрий Борисович сам выбрал принцип жизни против всех и свободный и дикий. Надеюсь, он не заткнется никогда и ему не важно, кто перед ним стоит. Человек в форме или бесформенный, извини за каламбур. Вот пример, хороший фрагментик про то, как он пролечивает по теме восприятия музыки. Борзовато, но правда же. Это не просто значит, что есть такая фраза «вырос», но они даже не понимают, кто вырос на самом деле, они ли выросли, или дерево рядом выросло. И это очень легко проверяется. Вот это «вырос», ну давай посмотрим в твой плейер, к чему ты там такому вырос, интересно. О, это «вырос» называется. Примерно в эту же категорию я бы добавил Ивана Нойза. Он тоже на сцене за словом «в карман не полезет» и часто бывало, что дело заканчивалось не только словами. В знак протеста во время выступления Нойз МС раздевался и, не сходя со сцены, предъявлял там организаторам, власть имущим или спонсорам, которые вообще-то и проплатили этот концерт. Из-за войны Нойз поменялся, стал как будто серьезней и еще жестче. Раньше в нем жило как будто два человека. На сцене он мог петь песни там про крики из-за стены, драйвить и любить людей, а ночью выносить двери вместе с косяками в гостиницах, выкидывать телеки из окна и слать всех нахер. Напиши в комментариях, а какой Нойз тебе нравится больше? Вот тот старый, лиричный и безбашенный, или его послефевральская версия? Про Нойза у меня, кстати, есть своеобразный видос, где я сравниваю его старания пробудить людей и сюжет фильма «Дурак» Юрия Быкова, где чувак пытался спасти жителей накренившегося общежития и что из этого вышло. Ну ладно, хватит про старичков, борзых ребят хватает и среди молодых артистов. А ведь так оно и должно быть. Понятное дело, что на канале мы по большей части говорим там про музыкантов из 90-х, нулевых, но молодежь просто обязана дерзить. Быть горячей и подтирать задницу всеми этими типа авторитетами и кумирами старших. Вот тебе пример группы, которая миксует тяжелые кочевые рифаки и речитативные панчи. Дуэт Deadshot позиционирует себя как батл рэп метал, степет говнорок и другие устоявшиеся стили. Привет, мы группа Deadshot, передаем привет каналу Музыковский. Мы первая группа в России, кто пишет диск на русских музыкантов в стиле рок, а также в стиле батл рэп. Приходите по ссылке вконтакте в нашу группу вконтакте и слушайте наше творчество, после каждого которого будете менять трусы. Кто еще борзо или дерзко себя ведет на сцене, мне очень нравится выступление группы Society One на Download Festival. Слабонервным не смотреть, а то начнешь еще плакать. А вот вокалисту этой банды, Мэтту Лорду Зейну, было начхать на чувства публики. Он даже себя не пожалел и почти 30 минут парил над сценой, вися на четырех крюках, которые протыкали его кожу на спине. Я читал, что это даже там какой-то рекорд, но никто типа такого не делал на фестивалях. Я не проверял, рекорд ли это, но на чешском фестивале Апсцен Экстрим даже есть специальная фрик-вечеринка, где люди прямо на сцене подвешиваются на крюках, протыкают себя чуть ли там не насквозь и все такое. Ну, не просто так, к слову Апсцен, есть еще приставка Экстрим. Кстати, про фест есть несколько видосов, тоже посмотри, такого в мире, ну вот, больше нет. И еще одна ранее дикая банда, которая очень борзо себя ведет на сцене, это Питерцы и Инвертор. Что-то они притихли. Кстати, что-то случилось или на работу пошли? В ютубе я вижу, что пашет только их барабанщица Настя Середа, еженедельно выпуская каверы. Последний видос из студии выходил 4 месяца назад, ребятки записываются. Но когда у парней вышел альбом «Всенижний», это был ну просто разрыв. Все были укатаны в асфальт, такой жесткостью музыки и лирики. Особенно ребята из Инвертор борзили на своих концертах. Каждый фанат в зале был послан, облит, ну и все такое. Но при этом все были довольны и счастливы. Был даже такой, ну, странный момент, но показательный. Когда Муфаса, это гитарист-вокалист, уточнил для аудитории, что это все перформанс. Чтобы, ну, там, вы, люди, не обижались, что ли. И за такое уточнение он чуть не получил по щам. Ко мне подлетает чел и говорит, пацан, ты что, еще раз извинишься? Хорош, мы врубаемся во все, эй, все нормально. Вообще не все потеряно, то есть вообще же круто тогда. То скоро истать на них, начнем уже. Ладно, на этом пока давай закончим. Хотя в списке борзых челов я бы хотел видеть лазу, того самого Леху Никонова. Угла из Оргазм Нострадамуса. Про него вообще просят снять отдельный видос. Напиши в комментариях, надо ли. Также среди таких ребят должен быть Дмитрий Спирин и Хой Юрий Клинских. Тоже не стремился нравиться и угождать всем. Не был нежным и говорил, что думает. А теперь подерзю я. Ролик еще не закончился. Теперь нужно рассказать про битву групп и показать участников. Их клипы, кстати, вот крутятся на фоне. Думаю, что через неделю-другую мы стартуем этот конкурс. Я каждый день получаю по заявке от молодых групп. Осталось всего 5 мест и я уже вижу, мне не хватает металла. Вот панка, хардкора и рока навалом. Так что если у тебя есть группа, желание показать свою музыку, присылай заявку. Ссылка есть в описании. Нужно, чтобы у тебя было 5 треков, 1 клип, 10 фоток с группой и около 1000 подписчиков в социальной сети. Непростри возможность. Меньше чем через неделю наберется 16 групп. Это точно. Я возьму вот такую рулетку, повписываю сюда название групп и таким вот рандомом разделю всех по парам. Парами и буду слушать, изучать, обсуждать, критиковать, восхищаться и определять, а кто же из них достойнее пройти в следующий этап. Буду опираться не только на свои впечатления, но и на мнение подписчиков, а еще коллег-блогеров. Напиши в комментариях, чье мнение стоило бы узнавать. Кто для тебя авторитет? Группы на битве будут разные. От серьезных до полного трэша. Это очень весело. Мы послушаем и пародийные проекты, и панк, и хардкор, и металкор. На канале я создал специальный плейлист, он так и называется, Битва групп. Так что заходи, ознакомливайся, выбирай себе и любимчиков, за кого будешь болеть, голосовать. Ну, уж прям мне не терпится начать. Но есть и моменты, которые меня очень расстраивают. Стал я, значит, писать ребятам из Белоруссии или Украины, которые, ну, как-то связаны с музыкой, ведут блоги, сообщества, рассказывают о музыке. И вот прошу у них, расскажи, пожалуйста, своим корешам, сообщи о конкурсе. Я очень хочу, чтобы здесь были и белорусы, и украинцы, и казахи, и грузины, и так далее. Осталось не так много общих тем. И я совершенно не собираюсь отдавать ей последнее, что нас сближает. Несколько блогеров вот согласились сразу же, без проблем. Написали, например, Саша Вэлш или Анастасия с сайта HitKiller. Спасибо вам огромное. А вот некоторые паблики про андеграунд просто промолчали. Но от меня так легко же не избавишься. Я начал там писать лично авторам телеграм-каналов. И там тоже от ворот по ворот. Окей, принято. Но теперь поймите меня. Теперь мне ясно, почему андеграунд не в андеграунде, а в жопе. Но в вашей компании и в этой жопе я быть не собираюсь. И я, например, не собираюсь отказываться от общения со своими белорусами, украинцами, россиянами, которые меня всегда поддерживали и не подводили. А вот со всякими ушлепанами связываться я не буду. Рок-н-ролл это международный язык. Он всегда против войны, за дружбу и за угар. Поэтому блогеры и эксперты мнений, которые мне отказали или не ответили, да пошли нахер. Никакие вы не рокеры. А если и не всекли в прикол такого события, то и вряд ли блогеры. Обращаясь к зрителю, остается только надежда на тебя. Сделай, пожалуйста, репост этого видео или репост ссылки с правилами участия в битве групп. Раскидай знакомым молодым музыкантам. Растягайте по своим пабликам. Уверен, что до 16 групп в списке дойдет уже через неделю. Но кроме этого нам нужны зрители, болельщики, сочувствующие и все такое. Надеюсь, ты понял. Спасибо за просмотр. Если есть желание поддержать канал, все ссылки на донаты или перевод на карту есть в описании. А в пятницу будет стрим. На нем буду делать обзор первых двух серий сериала Король и Шут. Он уже есть на Кинопоиске. Это огромное событие. Несколько дней назад был предпоказ. Прям очень круто все это выглядело. Вот фотки оттуда. А вот первые серии оставили у зрителей, ну, двоякое впечатление. Кто-то в восторге, а кто-то в бешенстве. Отлично. Будем разбираться. Приходи на стрим. Вот ссылка. Скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok